Почему гуляет, вредная привычка? Наоборот, полезная привычка? А, это гуляет, это имеется в виду вот это, да? Гуляет, не так, ну, то есть не гуляет, а другое. Ладно, мои хорошие, поехали дальше. Итак, теперь вот эти блоки, я даю им название определенное, блок энергии знания называется статическое напряжение, почему я его назвал, чтобы вы поняли, как лечить неподвижное положение тела. Блок энергии вечности я называю динамическое напряжение, почему динамическое, чтобы поняли, как лечить длительное движение. Блок энергии счастья называется негативный тонус. Понятно, откуда взялось, да? От негатива. Позитивный есть негативный человек. Блок энергии счастья негативный. Вот, теперь методология самолечения рождалась в результате практики, в результате опыта. Я сейчас вам все расскажу. Самое быстрое копится в организме блоки энергии знания или статическое напряжение. Оно дает в организме повышенную чувствительность психики. Все раздражительные, все нервные, все болезни от нервов, одно вот удовольствие. Все нервные. Вот. Это означает статическое напряжение. Оно копится быстрее всего и быстрее всего убирается в организм. Статическое напряжение это как проклятие. Оно мешает лечить все остальные виды напряжения. Если оно в организме есть, ты не можешь ходить начать, не можешь поститься начать, потому что статическое напряжение человека перегревает. А перегрев мешает всему. Потому что когда человек длительное движение идет, он тоже нагревается по дороге. А если в организме еще перегрев, то у него сразу пульс зашкаливает, и он длительную ходьбу не может осуществлять. Когда человек постится, он тоже нагревается. А если у него перегрев, значит сразу время поста слабость, оморок может быть, все что угодно. Поэтому перегрев мы убираем в статическое напряжение в первую очередь. Поверьте мне, вы все уже как бы хорошенькие с точки зрения статического напряжения. Хорошенькие все уже. Мы как бы дошли до нужной кондиции. Поэтому, если вы сейчас начнете сразу статическое упражнение делать, то пробовали, вы не можете. Вот стоите, тяжело, голова кружится, плохо, тошнит, жар. Некоторые падают в оморок, так, рубануло. Пуснулся, гипс. Вот, понимаете? Поэтому начинаем лечение с воды. Вода, есть пассивное очищение организма, а есть активное. Вот человек, допустим, не может ходить уже на коляску, чего ему помереть. Есть пассивная очистка человека, выносит на свежий воздух. И воздух начинает чистить пассивно. Видите, ветерок дует, начинает пассивно чистить слои. При бывании на свежем воздухе, побыл такое-то время, столько-то очистил, такое-то, столько-то. И потихоньку восстанавливается человек, просто свежим воздухом. Поэтому врачи древние, как лечили-то людей? На воздух, на солнце, в воду. Они знали, как лечить, они знали, что такое стихии. А сейчас ничего не знают. Солнце не надо, воздух не надо, вода не надо, все, ничего не надо. Начинаем с воды. Ванны в Германии есть? Есть, есть. Есть, есть. Убирают. Потому что в Турции мне сказали, ванны нет. Да, а здесь тоже. Ну, русских у всех есть, я думаю. Украинцев, потому что, как бы, ну, как бы. Если нет ванны, тогда зачем жить вообще? Правильно, молодцы. Значит, если ванна есть, нету, тоже ничего страшного, найдем выход. Пассивную чистку надо начинать. Есть два вида пассивной чистки. Статическое напряжение сразу, слава богу, много способов чистить его есть. Много способов. Первый способ, вот дерево, оно же стоит. И что оно копит? Энергию знания оно копит. Накопило уже в следующей жизни уже не дерево. Песня же Высоцкий поет. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прарабом. А после из прараба до министра дорастешь. А если туп как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Туп как дерево означает, не хватает энергии знания. Человек без знания живет. Значит деревом родится следующее. И что он делает? Неподвижное положение тела, копит и многое знания. Накопил, можно дальше жить. Понятно? Вот в дереве колоссальная сила энергии знаний. Когда человек спиной садится к дереву, туристический стульчик взял, пошел к дереву, сел. Двадцать минут, один слой очищается. Первый слой двадцать минут, второй сорок минут. Чтобы второй очистить, надо сорок минут сидеть. Третий слой, час. Четвертый слой, чтобы очистить, час двадцать. Пятый слой, час сорок. А стоять не очень? Да, то есть есть пассивная очистка. Допустим, человек не может, у него нет возможности, он встает, ему плохо становится. Он может только пассивно очистить. Сначала надо начинать с этого, значит. Не можешь, допустим, неподвижное положение. Попробуйте шестьдесят пять минут, сейчас простоять возле стеночки. Сползете запросто. Почувствуете жар в теле. Это целая наука. Можно, когда ты упал возле стенки, понять, по времени засек, когда падаешь. Понять, где блок. Вы можете точно понять, на каком слое блок по этому моменту. Главное успеть засветить. А совсем не приятно, даже не зачешется что-то. Почесал все заново. Я шучу. Можно руками двигать там, господи, помилуй, господи. Руками можно креститься, нормально. Главное, чтобы не сдвигался позвоночник, не болтаться не надо вот так. Молиться можно, да. Поменяла все, заново начинает чистить. Да, молодец, молодец. Я об этом сейчас начну с вами говорить, чуть попозже. Итак, вода. Ну, здесь, смотрите, есть сайт torsunog.ru. Там есть раздел материалы. Заходим в раздел материалы, заходим там расчет времени аскез. Нажимаем, там три человечка. Один в воде, другой бежит, третий сидит. Вот, и вы можете рассчитать, сколько, чего и как. Допустим, вы градусник в воду засунули, вода два градуса прорубь. Значит, все будет очень быстро. То есть, четыре с половиной минуты, все пять слоев прочищены. Если вода, ну, если вы сможете. Спася всех, кто может, а кто не может. Вот. Теперь, 28 градусов, это вода самая теплая из холодных. Ну, то есть, это 28 градусов, 29 уже теплая вода. Уже человек чувствует теплую. А 28 еще холодная. И вот 28 градусов очищения статического напряжения идет дольше всего, 70 минут. Ну, зато комфортно. Можно полежать, там, почитать. Ну, то есть, вообще не паришься. Нормально, легко. И очищение идет. А если человек начинает лежать, мне сопоказывает загрязнение слоя. Да. Когда лежишь, допустим, находишься в воде, да? И такое пошло. Значит, там блок. Ну, если ты постоянно трясет, значит, ты просто не выдерживаешь нагрузку. Потому что, чем холоднее вода, чем сильнее идет чистка статического напряжения. А если у тебя каналы статического напряжения чистые, ты в прорубь заходишь и нормально. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот у меня так сейчас, я захожу в прорубь, и у меня нормально. А у вас всегда это было? Нет. Я сначала заходил, у меня такое сильное статическое напряжение в теле было, когда я еще не знал. Хоть я йогу делал, занимался все, но у меня копилось все равно. У меня ноги сводило. Я захожу в воду, у меня судороги вот эти раздирают. Это статическое напряжение. А если ты заходишь в воду и ничего не сводит у тебя, значит, у тебя нормально. А потом приходит время, как мы в Волгу зашли, мужчина стоит рядом со мной, и все угорают над всеми. Кто-то, допустим, там трясется вот так, он говорит, что ты трясешься, все нормально. Я говорю, все нормально, у вас на пятом слое блок. Он говорит, да у меня никаких блоков. Дошли до пятого слоя, он такой, ой, я пошел, что такое, что такое, я пошел. Я говорю, стой. Кто-то плохо дошел, все нормально. А тазик с водой так же? Ну, это слабая чистка, только ноги есть, и это слабая чистка. Есть вариант, я вам могу сказать, это смелый такой русский вариант. Для немецкого мышления невозможно, но попробуйте. Покупаете ванну, ставите в комнату. Из шланга набираете водой, 22 градуса. Все. Ложитесь в воду, сколько хотите. Она стоит у вас, есть, пить не просит. Захотели полежать, полежали. Можно менять воду раз, две недели, и нет проблем вообще. Ну, то есть, ты лежишь в воде, если 22 градуса, 40 минут, 5 слоев. Потом надо под душ горячий вставать. Немножко. Положение тела, это значение не имеет? Не имеет значения. Просто контакт с водой. Поэтому, если у вас дома нет ванны, все можно исправить. Берете, есть пластиковые ванны вообще, знаете? Они легкие, можно убрать там, куда-то хочешь засунуть там. Поставил, налил водой, полежал, и можно лечиться таким образом. Если вы поймете ценность этого мероприятия, у вас не будет преград. Насколько важно лежать в этой воде. Вы не представляете, насколько сильно меняется жизнь. Если, допустим, у вас рушится семья, если у вас статический блок пошел в личную жизнь, вы не можете терпеть мужа. Лежите в воде, в ванне, сразу же можно терпеть. Все. Жизнь совсем другая. А? Бочка на улице, и у вас кровать лучше прыжкой? Бочка на улице вообще прекрасна. Но это сейчас 8 градусов, 9 будет. Это вот я, когда в речку залез, в вас, в озеро, я где-то 12 минут 5 слоев. Но после этого надо в горячем выйти, иначе потом будешь спрестись ходить. А крышкой ее можно закрывать? А тут хуже не будет? Или лучше кусок? Не, нормально. Крышка нормальная. Ну, от головастиков, да, имеете? Чтобы это не завелись. Голоски не будет 5 слоев. А вы, получается, не работаете? Нет. Нет. Стоящая вода. Бассейн, пожалуйста, ходите в бассейн. 28 градусов, 70 минут плаваете в бассейне. Очистили все 5 слоев. С этого надо начинать. Итак, методология оздоровления организма. Какие бы болезни у вас не были. Начинайте с воды. Можно вопрос? Я вчера у вас на странице был, и создал, например, статические позы, стоя 65 минут. И выдал 4-5 седьмых. Что такое обозначает? 4- это четвертый блок убирается? Нет, это на самом деле неправильно. 65 минут, если, то все 5 слоев пролечаются. 4- это значит 4 слоя, а 5 седьмых там каждый слой делится на 7 еще делений. Ну, это вам не надо знать. Ну, просто 5 слоев, 5 цифра, ровно 5, значит все. 65 минут. Там, может быть, чуть-чуть неправильно написано. Олег Инна Ильич, а если воду добавляют там морскую соль или сону? Все узнаете чуть попозже. И пить морскую соль, что нам досталось. Алис, друзья, на свете. Глава очень трудно жить. Где ноги слои? Тогда наплевай теплее. Нужно иметь хоть немножко еврейских кровей, чтобы это понять. То есть, в холодном воде сделай теплее. Живи на светлой стороне. Вы же и патрилировались, как сюда, наверное, по еврейским кровям, да? Нет? По-разному? По-разному. Ладно, я понял. Хорошо. Итак, начинаем с воды. Где-то 2-3 недели. Вот запомните, статическое напряжение в организме копится 3 дня. Если за 3 дня никаких статических упражнений в воде не полежало, значит, мужу капец. Потому что раздражительность это все, обидчивость, не вылазь, это статическое напряжение. Да? А как это делать с маленькими детьми, допустим, ребенок 4 года? Давайте, не перебивайте меня, все узнаете. Я все расскажу, все отлично. Итак, движемся дальше, да? Вот начали делать раз в 3-4 дня в ванны или в бассейн ходим. Три недельки себя такой график сделали, плотный. Потом можно раз в неделю в воде, там нет проблем. Но сначала надо вот почиститься хорошо. Если нет возможности с водой, возле дерева, раз в 3 дня, сидим просто возле дерева, книжку читаем. Понятно? Немцы, если проходят, удивляются, не обращайте внимания. Они сами сидят возле дерева? Ну классно, тогда вопросов нет, тогда вы имеете полное право. То, что не немцы делают, мы вам тоже разрешим. В твоем воду у тебя сидеть можно? Да. Если места хватит, можете окружить его. Чем толще дерево, тем сильнее и качественнее чистка идет. Если тонкое, вот очень тонкое дерево, тоньше вас, если выбрали вот ваше тело и тоньше дерево, будет напрягать. Будет такое, тяжело будет сидеть. А если толстое, оно расслабляет, хорошо. Будете также чувствовать, как гудит все внутри. Энергия статического напряжения. Ну это энергия воды будет прям аж двигаться в организм. Вот. 3 недели. Потом дальше начинаем неподвижное положение тела. Естественно, здесь тоже немножко надо еврейских кровей понять, как это делать надо правильно. Ну то есть, начинаем с самого простоя. Самое простое упражнение статическое, это поза бабочки. Стопы вместе, колени врозь, спина полусогнутая чуть-чуть. Облегченная поза бабочки, это сидим на диванчике. Стопы вместе сложили, ножки промялись немножко, в диванчике спинку облокотили. Все, сидим 65 минут. Все равно будет очень тяжело. Сначала будет легко, потом будет и тяжело. Надо во время статических упражнений желать всем счастья или молиться. Это самое лучшее сочетание. Потому что, когда человек молится, он очень сильно позитивно настраивается в психику и качественная чистка идет. На блоке всегда вспоминается что-нибудь плохое. Вы сидите, сидите. На блоке что происходит? Вот вы до блока дошли, что происходит? Затекают ноги, вознимкает жар в теле, начинает подтряхивать. Ощущение онемения такое, неприятное ощущение очень. Это значит, вы пришли к блоку. Вот сразу, как только это началось, вы сидите в позе бабочки. Это самое простое. Облегченную позу бабочки поняли, да? На спинку облокачиваю. Потому что есть не облегченная поза бабочки. Ты на полу сидишь, на коврике, спина ни на что не облокачивается, ноги на твердом. Это сложно. Для нетренированного человека очень сложно. 65 минут нереально. Вот. Облегченную позу бабочки начинаете делать раз, два, три дня. Делайте. И молитесь в это время. Менять положение, поменяли положение тела, все заново чистка началась, все. Да? Пожалуйста, какой момент? У людей бывает свой, значит, социальное напряжение, в принципе, да? Да. Но человек начинает принимать магнезию и часто становится к минимуму легче. Как эта связь? Да не надо принимать магнезию. Надо просто ноги немножко ослабить, вот так, по-турецки сесть на полсекунды, потом опять назад и пошел дальше. Ну, то есть, надо как-то выживать. Постепенно это все пройдет. Будете сидеть час, пять минут вообще легкотня. Вот. Значит, поза бабочки лечит по-женски, бесплодие лечит, спокойствие дает человеку. Поза бабочки лечит, доброту увеличивает, спокойствие в организме. Но она не лечит голову, не лечит позвоночник. Нижняя часть тела лечится. Но это самое простое упражнение, с которого надо начинать. Оно, по крайней мере, у тебя уже какое-то начало пойдет. Тринадцать минут один слой очищается. Двадцать шесть минут два слоя. Вот, допустим, где тебя напрягло? Если напрягло на тридцатой минуте, значит, между двадцати шестью минутами и тридцатью девятью. Значит, на третьем слое блок. Значит, сосуды, суставы, мышцы страдают в организме. Если на сорок пятой минуте напрягло, значит, на четвертом слое блок. Если на пятьдесят шестой минуте напрягло, значит, тогда на пятом слое блок. Понятно? Бывает, что человека напрягло и потом уже не расслабляет. Это значит, что блок пробивается с трудом. То есть, вы до какой-то минуты сидели нормально, а потом уже не можете нормально сидеть, плохо становится. Значит, организм не пробился блок. Если пробивается блок, то плохо-плохо, потом раз, легче, сидишь дальше нормально. Блок пробился, значит. Но в основном у вас не будет пробиваться блок. Вы до какой-то минуты досидели, потом все затекает, вы уже не можете думать, наверное, блин, это не мое лечение. Вот. А на самом деле это ваше лечение. Просто надо продолжать. Со временем блок будет пробиваться, будет легче сидеть. Если не можете, расслабьтесь на секунду, опять в положение в это входить. Понятно? Следующий облегченный вариант, это поза алмаза. Поза алмаза, это более сложное статическое упражнение. Его делать тяжелее, но эффективнее. Оно уже лечит позвоночник. Оно уже лечит внутренние органы. Вот. Оно уже укрепляет терпение человека. Способность побеждать судьбу уже. То есть поза алмаза, предназначенная победа над судьбой. Как сидеть? Берете подушечку такую плотную, таких вот, примерно такой высоты. И между ног ставите, и на нее садитесь. Поза алмаза, понимаете, что такое? То есть ты садишься вниз на ягодицы. Вот с колен. На коленях стоишь, и вниз садишься, это поза алмаза. И надо садиться опять на мягком диванчике, на подушечку садишься, и у тебя до ног чуть-чуть остается. Ты как бы ягодицы и голеностоп, голени не соприкасаются друг с другом. Чуть-чуть расстояние. Это поза алмаза. Ну тоже может тело затекать, все то же самое, жар в теле может бросать, это все блоки. Понятно? Ну то есть позе алмаза тоже раз, два, три дня сидим, пытаемся доводить до 65 минут. Вот не можете сидеть дальше там, 35 минут просидели, не можете сидеть дальше, значит на третьем слое блок. Значит помрешь от чего? От инсутка. Или будешь сидеть дальше учиться. А если после выхода из споса сильно колпозит? А это значит лечение пошло все нормально. После выхода? Да. А. Да. Мои хорошие, я эту практику уже внедрил 5 лет назад. Мы знаем, колоссальный опыт у нас по лечению людей есть. Очень много отзывов разных, народ просто пищит. Все вылечивается, все восстанавливается, поднимите руку, кто из вас это делает уже. Как вы чувствуете, да? Пошла жара? Жизнь пошла? Получается? Ой, вот раскрыл хвост, вот подтверждение, видите, вот. Подтверждает павлин, видите, хвост раскрыл прямо перед нами. Говорит, вот такое лечение. Можно скрещивать, можно нет, разницы нет. Просто вы должны понять, если вы меняете положение тела за 65 минут, вы начинаете заново чистить. Все. Это означает бессмыслиться. То есть вы все тратите время просто. А у вас пятый слой, я вам сказал. Конечно, вот на пятках последних минутах невозможно. Это пятый слой, я вам и сказал. Вы, ведя, вытяживая, все отлично. Да, и потом легче становится. Значит, все, пятый блок прочистили, значит, у вас идет прочищение уже пятого слой. Можно и каждый день делать. Потому что статическое напряжение копится очень быстро. Если каждый день делаешь, еще лучше. Вот каждый день делаешь. Я когда у меня пошла жара, то есть отчаяние, вот у меня плохой период был, жестокая судьба. Я в море стоял два раза в день, утром и вечером, по пять слоев. И меня только отпускало вот так. И я помимо этого и статику делал, и динамику. Но именно вода, потому что жар, общий жар сильно копится, когда судьба сильно влияет, отчаяние, обида, чувство несправедливости. И ты стоишь в воде, как бы, терпишь и убираешь обувь. Я интуитивно включаю, помимо этого, ваши ретриты, когда мы молимся за мир. Конечно, конечно. Это можно делать. Конечно. Потому что настроение, настрой человека очень сильно помогает в очищении организма. В целом есть три вида настроя. Я вчера говорил, если сильно судьбу вытаскивает из равновесия, то у тебя возникает ненависть. Если на середине вытаскивания, то у тебя чувство справедливости сильно тебя жжет внутри. А если ты нормально, в норме, то доброта, в сердце доброта. Значит, чистка нормальная идет. Надо выходить из ненависти, из чувства справедливости выходить надо. Только доброта в сердце должна быть в человеке в жизни. Иначе его расколбасит и уничтожит судьба. Значит, статика это основы. Вот, допустим, все равно вы хотите динамику начать быстрее делать, да? На три слоя статику прочистили. Вы имеете право ходить только на три слоя. На четыре слоя можете сидеть. Значит, ходите на четыре слоя. Самое сложное статическое упражнение это стоить. Когда человек стоит, у него лечится позвоночник, лечится головной мозг. Если ты не стоишь, мигрени вылечить невозможно. Вот люди говорят, мигрени. Надо делать статику на три слоя. Стоять именно, чтобы мигрени вылечить. Научиться стоять. И динамику, то есть длительное движение тоже на три слоя. Через пять-шесть месяцев мигрени. До свидания. Чистка медленно. Медленно засоряемся, медленно лечимся. Не надо думать, что надо быстро, вы сможете справиться. Ну, постепенно все уходит. Это значит, внизу блоки находятся, в нижней части тела. Но вы и знаете об этом, что? Это вам не новость. Ну и все. Хорошо. Значит, со статическими упражнениями запомнили, все поняли. Стоять возле дерева намного сильнее статика лечится, чем просто стоять дома. Поэтому, если есть возможность возле дерева сидеть в алмазе, сидеть в бабочке или стоять, это вообще идеально. Есть еще... Сколько минут? 65 минут? 13 умножить на 5, это полная чистка. Это полная чистка, да. 65 минут. Полная чистка. А? Если вот там, не знаю, 30 минут простоять. Значит, два слоя прочистятся. Значит, слизистые будут здоровые, а дальше уже нет. Допустим, бесплодие хочешь лечить, надо на 5 слоев устоять, потому что гормоны находятся на 5 слое. Если ты... Я говорю, что Олег Геннадьевич, я стою по 30 минут, почему бесплодие не вылечилось, а ты не дошла до бесплодия. Надо пробивать 5 слоев, иначе гормоны не лечатся. А нехватка железа это тоже гормоны? А? Нехватка железа это тоже гормоны? Нехватка железа это 4 слоя. Это кровотворение на 4 слое находится. Если у человека 4 слое поражено, а у вас это от слоя настроение, настроение не очень. Вот это 4 слое. Неподвижное положение тела на 4 слоя, начинаем двигаться на 4 слоя, через 5-6 месяцев анемия, до свидания, навсегда. Никаких таблеток не надо. Все, теперь лечение и динамики, да? Мы садику с вами разобрали, спокойствие, только спокойствие. Вот, я сначала методологию расскажу, потом вопрос. Насчет дерева вопрос. Вот возле дерева, это прям нужно крислониться, вот прям... Вот смотрите, сейчас вам объясню. Запомните, когда к дереву подходишь, то спиной, когда к мужу, то лицом. Смотрите, не перепутайте. Потому что позвоночник это дерево жизни, надо позвоночником к дереву. То есть, обнять дерево, это нехорошо. Обнимать надо мужа, как дерево спиной. И главное, не перепутать. Всегда важно не перепутать. Док говорит, господи, дай мне тонкую талию и толстый кошелек, только смотри, пожалуйста, не перепутай. А скажите, пожалуйста, у этого дерева лучше облокачиваться или как-то стоять? Вы стоите рядом, чуть-чуть касаетесь. Если становится плохо, надо обязательно облокачиваться. Если вы стоите, обязательно рядом со стенкой. Почему? Потому что, когда человек в блок входит, он может не заметить. И когда человек падает, он всегда падает на лицо. Запомните, вперед всегда человек падает. Поэтому, если человеку плохо, он раз, на стеночку, ноги немножко вперед. И если у него мутит, ничего страшного. Потому что, если в таком положении стоишь, у тебя сознание теряется, ты просто по стеночке сползаешь. И вот так сидишь, себя находишь в таком положении. И отлично. Сейчас научите людей. Можете чуть-чуть отодвинуться от дерева. Даже, вот, расстояние до 40 сантиметров идет чистка. Нет, если ноги чуть хватающих за корней, а спиной уже ты прислоняешься. Тогда у тебя статика будет не такая активная. Потому что ты, ну, можно и так простоять. Но это будет уже более пассивная чистка, чем вот, ну, это как облегченный алмаз тоже. Ты немножко к стеночке прислонился, и час-пять минут стоишь, можно. Будет чиститься, но не так сильно, если бы ты стоял вот так. Будешь стоять ногами к корням, но не касаясь дерева. Да. Но на самом деле можно найти. Если хотите про деревья немножко побольше, то липы лечат психику. Клены лечат суставы. Дубы лечат позвоночник. Акации лечат гормональные функции. Тополя лечат гормональные функции. Сосна лечат иммунитет. Ёлка лечат онкологию. Яблони лечат желудок. Я записываю. Пожалуйста, помедленнее. Тополь гормональные функции. А скажите, сосуды? Сосуды вишня, слива. Если мигрени, можно тополем тоже лечить. Желудки. А? Желудки что лечат? Дуб. Дуб? Позвоночник. А вишня? Желудки лечат свиней. А? Вишня, слива. Психику лечат плодовые деревья. Вот красавчик опять распускает нам. Показчик, хвостик. Все, может, успокойся. А? Аутизм лечат все психические болезни липа. В крайнем случае, клен. Иммунитет лечит сосна. Вирусная инфекция, иммунитет сосна. Че еще вам надо? Платан. Нервную систему. А секвоя? Секвоя? Нет. Психические заболевания. А где вы секвою нашли? Калифорния, значит, что немножко распространяется время. Я понял. Ладно. Все, с деревьями разобрались? Топор, гормональный пульс. Отлично. Ну, все, короче, сапорились. Ладно, все, движемся дальше. Теперь длительное движение. Значит, ходим спокойно, средним шагом, никуда не торопимся. Самое главное, идти радостно, спокойно. Не надо за рекордами стремиться. Начали стремиться за рекордами, лечения не будет. Чистка означает хорошее настроение. Спокойно идем, радостно и долго. Если примерно у среднего человека в среднем темпе 48 минут один слой психический, проверено, многие люди за 4 часа ровно прочищают 5 слоев. Это примерно 20-21 километр. Примерно. У женщин чуть меньше километров, потому что шаг короче, у мужчин чуть больше. Но в целом вот так. Значит, сколько вы конкретно чистите, можете на сайте посмотреть. Надо обязательно с часами, которые километраж показывают, или, допустим, посмотреть по мобилке, по навигатору, сколько вы прошли. И время. Время и расстояние. И вводите в сайт эти параметры, и вам показывают, сколько вы прочистили. Это или бегать, или ходить, разницы нет. Скорость и расстояние. Понятно? Чем быстрее, тем глубже протиска идет. Да, чем быстрее двигаешься, и с палками тоже глубже протиска. Но с палками у нас нет, как бы, если вы хотите двигаться, допустим, на элипсоиде, или с палками двигаться, то есть такой способ, как определить, сколько чистится. Но для этого нужно немножко заморочиться. Нужно взять часы, которые показывают пульс, время и расстояние. Три показателя. И вы, допустим, прошли, ну, допустим, 10 километров, да, прошли, с таким-то пульсом средним. И вы посмотрели по программе, сколько вы прочистили. Допустим, вы прочистили там 10 километров, ну, скорее всего, будет где-то около 3 слоев. Вы 3 слоя прочистили, допустим, да. То вы берете, допустим, на элипсоиде. Элипсоид это такое приспособление, которое нужно для движения во многих случаях жизни. Я потом объясню, зачем. И вы берете просто на элипсоиде, двигаетесь с таким же пульсом, с таким же пульсом двигаетесь, и за такое же время будет прочищено столько же. То есть расстояние не смотрите, смотрите пульс и время вместо расстояния. Просто надо средний пульс знать, и вы поддержите такой же средний пульс, и вы столько же по расстоянию, получается, ну, столько же будете чистить за такое время. То же самое, если с палками ходите, так же. То же самое там на велотренажере, но велотренажер я не рекомендую, потому что чистка такая очень слабая. Это для уже людей, у которых есть повреждения спины, там, допустим, когда они на велотренажере сидят и могут тоже себе спину восстановить. Ну, то есть, как, допустим, у человека парализация спины, авария, он не обездвижен, а ноги двигаются, допустим, да, вот, или руки только двигаются. Он берет на пять слоев, ногами двигает на велотренажере, и если он на пять слоев двигается, у него начинают нервные ткани прорастать, начинает восстанавливаться все в организме, и проходит несколько лет, и он встал и пошел. Все. Как-то из-за на велосипеде на пять слоев, кто тоже 65? А вы на велосипеде едете, вы кратанули, и потом это ждете. Никакой чистки нет. У велосипеда чистится, да. Сам велосипед, у него чистится. Высок. А я тело не чистил, а в салях на велосипед. Как? В салях спортивном, не на улице. Это неэффективно. Пожалуйста, вот смотрите, эллипсоид. Суставы больные, ходить не можете. Эллипсоид. Если у вас координация движения нарушена, можно глаза закрыть, можно дать слепому человеку на эллипсоиде, потому что руки держатся и ноги. И ты можешь на эллипсоде двигаться и отчистять себе организм. Понимаете, с палками тоже движение эффективно, все мышцы включены. Но я рекомендую лучше всего ходьбу и бег. Поверьте мне, то, что природа придумала, лучше не придумаешь. Вот если ты будешь ходить, все тело расслаблено, прекрасно себя чувствуешь, слушаешь лекцию и испытываешь счастье. Когда человек длительное движение совершает, надо лекции слушать. Когда не двигаешься, надо читать молитву. Скажите, пожалуйста, что важнее, время или сколько прошло? Потому что бывают дни, когда ходишь и кажется, что уже 4 часа прошло, а так только, не знаю, 16 километров. Не, моя хорошая, только с часами надо ходить, так не пойдет. Надо все четко, правильно делать. Вы вообще в Германии живете, вы знаете, что. Никакого глюка, если вы не будете правильно ходить, никакого глюка не получите. Вот. Но я стараюсь, чтобы было 4 часа 21 километр. Скорее покажут по-любому. Ладно. Значит, идете, да? Вы идете. Теперь слушайте внимательно, как ходить. Идете 48 минут, можете каждый день ходить. По 48 минут каждый день. Чистите один слой. Идете 48 умножить на 2, то есть 1 час 36, значит ходите раз в 2 дня. Это без перегрузки. 48 умножить на 3, раз в 3 дня. 48 на 4, раз в 4 дня. 48 на 5, раз в 5-6 дней. Можно раз в неделю. Понятно? Чаще не надо. Если вы 4 часа решили каждый день ходить, будет просто перегрузка и все, и будет плохо. Если вы идете больше 4 часов, то чистка заново начинается, тоже нет смысла. Я пробовал, я пробовал, я 17 километров бегу с определенной скоростью, чищу 5 слоев. Пробовал больше бежать. Заново чистка начинается и все. Просто заново. Все по кругу идет. Скорость важнее. Чем быстрее, тем быстрее чистка. Вот если я, допустим, бегу за 6 минут 30 секунд 1 километр, я бегу 6 минут 30 секунд километра, то через час 50 у меня прочищаются все 5 слоев. А если вы бежите медленнее? То будет медленнее чистка. Будет длиняться время? Да. Ну, по графику смотрите. 2,5 часа? Может и 3 часа бежать можно. Если ты как бежешь, как идешь, то за 3 часа прочистятся все 5 слоев. 5,5 километров в час получается ходить, да? Ну, если ты идешь, да, где-то 5,5 или 5 километров в час, тогда 4 часа все 5 слоев. Просто делим 21 километр, делим на 4. Сколько получается? 21 на 4. 5,2. 21 километр делим на 4. 5,2 километра в час это 5 слоев за 4 часа. А если ты, например, болеешь, но не хочешь бросать практику, идешь медленно. Отлично будешь лечиться. Ну, 4 часа, например, может и... Ну, значит, чуть поменьше прочистишь. Знаете, когда человек болеет, идет, он лучше лечится просто и все. Итак, идете сколько можете. Вот идете и полтора часа, ничего страшного, в следующий раз пройдешь больше уже. Я вообще не знал об этом, что надо 4 часа. Лучше, конечно, сразу 4 часа ходить по графику и лечиться будет все. Это самый лучший вариант.